Нет в постановке вопроса «да» или «нет». Я совершенно чётко понимаю, что то, как Путин забрал Крым, это преступление. Это грубое нарушение тех международных обязательств, которые Россия добровольно на себя брала. Речь в первую очередь о Будапештском меморандуме. По Будапештскому меморандуму Украина отказалась от своего ядерного потенциала. Украина перестала быть ядерной державой в обмен на признание своей территориальной целостности и в обмен на то, что Россия стала гарантом территориальной целостности Украины. Логика понятна. Зачем нам ядерное оружие, если у нас есть могущественный союзник, который будет защищать нашу территориальную целостность. Наши оппоненты говорят о том, что этот документ не имеет никакого значения, потому что он не был ратифицирован в Государственной Думе. Там стоит подпись президента, но он не был ратифицирован в Государственной Думе. Есть и другой документ, который называется «Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной», который четко закрепляет гарантию взаимного уважения к территориальной целостности России и Украине, и Украине к России. Это полноценный международный документ, который был подписан президентом, пратифицирован Государственной Думой, и который также был растоптан в результате тех действий, которые Путин совершил в Крыму. Это действительно преступление, за которое нам придется, итоги, результаты которого нам придется расхлебывать еще не один год. Но решения этой проблемы на сегодняшний день не существует, потому что невозможно решить проблему Крыма, пока Путин находится в Кремле. В постпутинской России могут быть совершенно разные варианты решения этой проблемы, в зависимости от того, как будет выстроен диалог между новой российской властью и будущей украинской властью. Есть несколько вариантов решения проблемы. Выплата компенсации Украины, если ее это устроит, с сохранением Крыма в составе России, например. Возвращение Крыма в состав Украины с гарантией автономии и прав русскоязычному населению, чтобы просто не спровоцировать Бутин в Крыму. Потому что надо же понимать, что люди по-разному могут отреагировать. И я бы не хотел кровавого сценария для Крыма в результате технологического передачи обратно. Возможен вариант, который позволит создать некую особую зону на территории Крыма, на которой будет распространяться как суверенитет России, так и суверенитет Украины. Таких прецедентов, честно говоря, я не вспомню, но почему бы такой прецедент не создать, если это будет компромиссом между украинским и российским обществом. В общем, здесь есть разные варианты. Я убежден, что при нормальном человеческом диалоге мы с Украиной найдем компромисс. Но мы никогда не найдем компромисс, пока в Кремле сидит Путин. Никогда этого не получится сделать. Поэтому давайте решать проблему постепенно. Давайте сначала решим проблему с Путиным, а потом сядем за стол переговоров по Крыму. Вы еще забыли третий договор, который нарушили. Это договор о границе. Договор о границе. Ну, видите, существенное замечание. Слушайте, давайте не будем перечислять все договора, которые Путин нарушил. У нас времени не хватит. У нас полчаса всего осталось. Если мы сейчас будем перечислять все договоры, которые Путин нарушил, нам больше ни на что времени не хватит.